Сегодня накормить пузо легко, накормить клетки сложно. И часто вот этот ЗОЖ парадоксальный приводит, наоборот, к проблематике. Возник просто отит такой серозный среднего уха, аллергический, после съедения нашего любимого вечернего кива. Здоровый человек не пахнет плохо. Обращайте внимание на цвет кожи, особенно мочки ушей. Мне очень нравится диагностика по языку. Давайте сделаем. Аппендикс — это флешка. Очень интересная данная, тоже вот в последнее время читал. Я точно пойду к вам учиться, издавать экзамены, чтобы получить корочку. Любой сладкий напиток, пепсикола, кокакола, вы абсолютно правы, это тоже дорога в никуда, это тупик. Всем привет, меня зовут Юра Третьяк. И это People Life, программа, которая заслуживает вашего времени и внимания, а уж тем более сегодняшний выпуск, который может вам продлить жизнь. И я сейчас не шучу. Ведь у нас сегодня на связи, на прямой связи Аркадий Бибиков, человек, которому 635 лет. По меньшей мере. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Для тех, кто не знает, врач-нутрициолог и гинеколог по профилю по образованию, но параллельно человек, который утверждает, что возраста нет, есть состояние. Здравствуйте. Еще раз. И, конечно же, сегодня будем говорить о том, как сделать то самое состояние, сколько бы не было человеку лет, и про продолжительность жизни, конечно же, нужно поговорить. В целом, сразу же вопрос. Как вы думаете, если почитать первоисточники, то вроде как наше тело рассчитано на 120 лет примерно, да? Ну, плюс-минус. Как вы считаете, так ли это? Так говорят. Так говорят. Теоретически мы должны жить дольше гораздо. К сожалению, практически что-то редко встречаем мы таких долгожителей, которым действительно бы сегодня хотя бы за 100 перевалило. Они есть, они описаны в литературе, и периодически отмечают дни рождения таким людям. Но вот лично я физически таких не знаю, к сожалению. Пока не знаю. От чего, по вашему мнению, зависит продолжительность жизни? Ну, первое, наверное, очень важное, у нас люди обращают внимание на собственное здоровье в основном только тогда, когда есть какие-то проблемы. У нас всё-таки тема профилактической медицины, о которой нам ещё рассказывали, в советской индустрии образовательной здравоохранения. Я учился в Советском Союзе, заканчивал в независимой Украине, живу в Польше. Так получилось, да? И большая проблема — это профилактическая медицина. Можно сказать, что её толком-то и нет до сих пор. Это раз. Второе, очень мало, несмотря на огромное количество информации в интернете, очень мало знаний у людей, у обычных потребителей по поводу питания. До сих пор люди едят, скажем, условно здоровую еду, и часто вот этот ЗОЖ парадоксальный приводит, наоборот, к проблематике здоровья. Это два. В-третьих, как бы там ни было, мы живём в ритме интенсивного психологического информационного стресса. Вы сами это видите. Невероятно ускорилась жизнь. Просто невероятно. Особенно последние 20 лет. Поток информационный захлёстывает. Люди многие адаптационно не готовы к таким изменениям. Необходима поддержка нервной системы, необходима поддержка, опять-таки, клеточных мембран, функционала, надпочечников и так далее. То есть это уже причинно-следственные связи развития патологии возникают. А антрициология, собственно говоря, которая так получилась, почему-то разделяет превентивную медицину от обычной. Я бы этого не делал, потому что я доктор обычной медицины, учился много лет, то есть 4 года училище, институт, 6 лет интернатура. Мне это всё понятно и близко. Мне просто пришлось вникнуть в физиологию клетки и разобраться, почему развиваются хронические болезни, когда ребёнок, собственно, заболел, когда он был маленький, когда мы жили в Украине, возник просто отит такой серозный среднего уха, аллергический, после съедения нашего любимого вечернего Киева. Целую упаковку ребёнок съел, развился аллергический такой процесс. Надо было разбираться, как убрать глухоту, как вернуть здоровье. Пришлось разобраться в питании, к счастью, в семье все врачи. Пришлось пересмотреть очень многое. Ребёнок всё слышит. Сегодня это взрослый, ребёнок 25 лет, это уже совсем взрослый. То есть мы занялись нутрициологией, называется, потому что мы не знали, как решить с помощью традиционных методов эту проблему, хотя все врачи. И решив её, вот уже более 20 лет мы обучаем здоровью на уровне клетки, стараемся пропагандировать здоровый образ жизни, но без крайностей, без перегибов. Как всё-таки распознать тонкие позывы? И когда тело с тобой говорит, как распознать, что уже что-то нужно делать? Правильно, Юрий, вопрос. Вообще тело никогда не врёт. Наше тело никогда не врёт. Оно не заинтересовано в том, чтобы болеть. У него достаточно большая ресурсность, и оно будет нас максимально компенсировать, сколько может. Но сигналы начнут появляться. Сигналы. Ещё бы хватило ума у людей на эти сигналы времени, но обращать внимание своевременно. Первые такие яркие сигналы — здоровый человек не пахнет плохо нигде. Не пахнет пот у него плохо, не пахнет в туалете по-маленькому, по-большому, во время секса. То есть вообще никак. Здоровый человек всегда пахнет вкусно. Это надо запомнить. И если у вас меняется запах изо рта, запах от кожи, запах во время тренировок, запах во время секса, запах, неважно, поменялся запах, вы должны уже протестировать систему. Не понимаете, как обратитесь к специалистам? Что-то идёт не так. Органы выделения и переработки не справляются либо с потоком ксенобиотиков, либо с вашими родными метаболитами. То есть ваши родные метаболиты, что-то происходит не так. Идёт интоксикация от собственного метаболизма, собственно говоря. Либо же вы живёте в режиме большого, просто у кого-то большого ксенобиотика. Допустим, мы делали ремонт. У меня был такой случай. Просто я как-то решил сэкономить и покрасил решётку большую. Причём не мою. Помог людям называется. Покрасил решётку вручную белой краской. У меня печень вышла на ладони с-под края рёберной дуги. То есть я пока без респиратора думал, что там ерунда. Просто покрасил просто одну решётку. У меня потом пришлось год где-то восстанавливать печь. То есть ничего хорошего не произошло. Лучше бы я пригласил людей, профессионалов, которые в правильных средствах защиты использовали бы технологию адекватную и покрасили решётку очень быстро. Первое — это запах. Второе — стул. Ну, как, знаете, говорили раньше, товарищ Сталин какает. И товарищ Сталин тоже. То есть как бы кало моча — радость врача. Тут мы никуда не денемся. Не к столу будет сказано, простите, Аркадий. Я просто вспомнил, знаете, в армии вот над столовой висит лозунг «Чем чище руки, тем твёрже стул». Ну да. Ну это в армии так писали, я не знаю. Ну, в этом есть какая-то логика, ну, гротесная слегка, да. Да, но тем не менее. Стул — это тоже, смотрите, здоровый человек. Мы утром проснулись, у нас должен быть пиковый уровень кортизола, хороший уровень энергии, включается метаболизм. Это в норме. Я пока про норму рассказывал. И мы идём в туалет. Сразу по двум причинам. И по первому варианту, и по второму. То есть, да, должен работать кишечник так хорошо, чтобы не было вздутий, не было урчаний, не было дискомфорта, неприятностей каких-то болей спастических, да, чтобы не было следов на унитазе, не приходилось пользоваться ёршиком. Есть такая брестольская шкала оценки стула. Понятно, что как бы о стуле — это не самая приятная тема, чтобы на прямом эфире беседовать, но из песни слов не выбросишь. Поверьте, гораздо хуже, когда стула нет. И получается, во-первых, запах, во-вторых, нет следов, стул плавает, потом тонет, не камнем падает, разбивая унитаз, не так плавает, что его нельзя утопить. Это фермент апотея, как в первом случае, так и во втором. Только во втором — это ещё избыточное газообразование, это усиленное брожение, часто присутствует грибковая и патогенная флора у такого человека. То есть об этом уже можно очень многое рассказать, только запах и стул уже расскажут вам очень много. Цвет мочи. Опять-таки, пенистая моча, цвет мочи, тёмная, светлая, это тоже многое рассказывает. Не зря вообще доктора всегда, ну классические доктора, сначала собирают жалобы, потом собирают анамнез, потом происходит осмотр, пропедитический, то есть мы смотрим цвет кожных покровов, слушаем больного, ну опять-таки, перкуссия, пальпация, никуда это не делось, это важные моменты постановки диагноза. И только тогда, когда остались какие-то сомнения в диагнозе, мы назначаем дополнительные методы исследования. Это уже обследование, анализы и различные физические методы исследовательские, которые сегодня существуют. К сожалению, очень часто сегодня всё переворачивается с ног на голову, и часто, к сожалению, лечим мы не пациента, а анализы. А это недопустимо. Если у человека проблемы с настроением, с неприятным запахом, слабость, боль, вот это уже признаки того, что нужно обратиться. Энергия. Смотрите, вот сейчас последний год очень многое показало, огромное количество пациентов, ко мне обращаются в том числе, со всему мира причём, которые попали в полосу панических атак, депрессивный фон настроения, всё-таки люди существа социальные, и страны, где локдаун жёстко очень так контролировался, и люди были заперты в домашних условиях, работали только через экран. Там, где не было семьи, у многих реально возникли тяжёлые депрессивные такие нарушения. И сегодня многие люди принимают транквилизаторы и без ковида, и после ковида, и вместо ковида называется. Это как бы не очень хорошо. Но согласен с вами полностью, энергетика, когда проседает, когда человек теряет фон настроения, когда он проснулся, он уже устал, это плохо. Это часто может говорить о том, что человек либо попал в состояние гипотиревоза, недостаточности щитовидной железы, либо на фоне повышенного стресса, ресурс износа у него надпочечников происходит. Тут, кстати, есть такая дилемма, потому что в официальной нашей традиционной медицине диагноза истощения надпочечников не существует. А пациенты с таким диагнозом, их очень много. И когда работаешь на питание надпочечников, целенаправленное, чтобы человека поддержать, восстановить, всё проходит, и человек возвращается в рабочий режим, всё у него хорошо. Простите, а вы просто добавками это регулируете? Питание, добавки. Добавки, смотрите, многие тоже, причём добавки это не волшебные какие-то колёса, нет. Ну а шваганда, например, вы используете? А шваганда использую. Это один из адаптогенов. Да. Адаптогены, да, это просто одно из направлений. Там их очень много. Допустим, если это адаптогены, там целая как бы плеяда трав изученных, которая на протяжении многих-многих лет собирает масса научных статей, и ты понимаешь, как доктор, чем пользоваться. На рынке просто тут я почему ещё по поводу добавок? Два слова буквально скажу. Крайности. Очень плохие крайности на рынке. Людей вот просто носят, знаете, в крайности. Вот есть какие-то волшебные обещания, волшебные добавки, чуть ли не выпьешь одну таблетку, у тебя крылья вырастут, да? Вот этому сразу не верьте, метаболизм так не работает. Нужен системный подход. Надо комплексно проводить оздоравливающие мероприятия, вот начинать с челудочно-кишечного тракта, потому что дорога к здоровью всегда начинается через ЖКТ, и потихонечку, потихонечку делать акцент на ту систему, в которой у человека страдает, и потихоньку восполнять дефицит питания нутриентами. Это важно. Сегодня накормить пузо легко, накормить клетки сложно. И это связано опять-таки со многими объективными причинами современного производства еды, в том числе, то, что ускорили. Вот смотрите, когда я был маленький, мне 50 лет в этом году, да? Когда я был маленький, курица росла, ну, где-то 5 месяцев. Сегодня, я говорил с зоотехниками, вот в Польше в частности, от яйца до бройлера, до прилавка 4 недели проходит. Да вы что? За 4 недели вырастает вот эта большая тушка? Да. Она уже выросла, уже на прилавке лежит. Это ведь ненормально. Так не бывает. То есть это реально бодибилдеры, которые на стимуляторах просто их раздувают, да? И одна из частностей, допустим, причин женской генитальной патологии, в частности там, где присутствует эстроген доминирования, естественно, там нужны сочетанные факторы. Проблемы с печенью у этой девушки, неправильный метаболизм немножко в печени, какая-то повышенная нагрузка на печень. С этого всё начинается. Плюс девочка, допустим, решила похудеть и начинает кушать куриную грудку активно. А покупает её где, ну где, там где дешевле часто. Это студентки, часто у них свои заморочки по питанию. И вот это эстроген доминирование просто с куриным мясом приводит к женской генитальной патологии. Одна из причин. Я не обвиняю курицу. Нам, если так коснуться еды, это отдельная большая тема. Тут, наверное, можно очень много про это рассказывать. Мы, кстати, создали даже ассоциацию нутрициолога Украины и реально стараемся пропагандировать вот эти знания даже для врачей с вручением посвящения нутрициолога Украины государственного образца и с начислением официальных аккредитационно-государственных баллов. А я как вице-президент этой ассоциации очень радею высокое качество знаний, которое мы там и слагаем. И, по-моему, все доктора, которые заканчивают курсы, которые периодически мы проводим, они очень довольны результатами. Мне к вам. Мне к вам. Я уже понял. Потому что, изучая аюрведу определенное количество лет, я уже понимаю, что это полезно. Сталкиваюсь часто с тем, что многие люди не знают, как правильно спать, как правильно кушать, как правильно пить воду, как ходить в туалет. На полном серьезе? Ну, реально не знают. Спрашиваю, а расскажите, как вы спите? И вот тут проблема даже в том, что у половины моих друзей дома и вообще в целом у людей дома даже неправильный свет. Да. То есть, ну, многие знают, да, что даже компания Apple заморочилась и сделала экраны, которые после 10 вечера не излучают ультрафиолет, не ультрафиолет, а голубое свечение, да, вот экраны. И дома, если стоят лампы, вот как у нас сейчас студийные софиты, ну, то есть там 5700 кельвин, температура света, не более 3300, да, как правило, дома позволительно, перед сном. И люди, которые ставят себе вот эти яркие лампы, они по факту, вот изо дня в день годами не могут нормально выспаться, потому что дома очень яркий свет. Например, одна из проблем. И в Израиле, если я не ошибаюсь, даже приняли закон, в котором прописано, что из ламп энергосберегающих должна быть хоть одна лампа накаливания, и свет должен иметь определенную природу и температуру обязательно, потому что это влияет на продолжительность жизни через качество сна и глубину сна. И вот вопрос, соответственно. Такая долгая прелюдия. По вашей практике, человек, который пришел к вам больным, с нехваткой энергии, с уже какими-то хроническими заболеваниями, реально человек, который требует вашей помощи, сколько обычно требуется времени для того, чтобы наладить процесс и пищеварения, и сна, и сколько занимает это времени? Зависит, во-первых, от поломки, безусловно. То есть функциональные поломки, органические уже нарушения. На какой степени из носа находится данный конкретный человек? Расскажу несколько примеров, давайте, чтобы было понятно. Приходит молодой парень, молодой, с виду здоровый, но он спортсмен, он занимается тяжелой атлетикой, он ходит в зал, молодец, только можно ему поаплодировать. Вроде бы как не бодибилдер, а такой адекватный спортсмен без перегибов. Я не ругаю бодибилдеров, я против применения стероидов, там, где их применять не надо. У парня вздутие на протяжении 10 лет. То есть он говорит, я всегда, я привык, у меня живот поддувает постоянно. То есть на реактивной тяге он бегает в туалет, вот буквально летит после тренировки. Он ест очень много протеиновых коктейлей, ему говорят, что это из-за этого. Как оказалось, нет. У парня на самом деле нарушение в работе кишечного барьера, у него выраженная ферментопатия, у него нарушение оттока желчи, плохая активация фермента поджелудочной, их недостаточное количество. Но там целая цепочка поломок, которая формируется на протяжении лет из-за нескольких неадекватного питания, перенагрузки на систему, когда человек переедает, когда человек ест вечером много, когда его желчеводящая система не справляется с этой нагрузкой. Ну, там об этом можно долго говорить, не хочу останавливаться. Результат. Так как у него вздутие много лет, а он пришел, знаете почему? Потому что плечи вот такие, верхняя половина туловища раскачана, а ножки вот такие. А нижняя половина, нет, сразу виден диссонанс, да, что-то не так. А он не может, он не может делать наклоны, тяги становые, потому что у него 7 или 8 было межпозвоночных грыж уже, а парень молодой, ему чуть больше 20. Как, что происходит? Вздутие, постоянно это кислая среда, ну это ферментация, как при производстве вина, только в ЖКТ, да, а территорию, если клеточки только с кишечника разложить, вот так вот в ряд, если бы можно было бы достать или какалиц, каждую клеточку просто приложить одну к другой, то территорию бы заняло больше, чем футбольное поле, только из одного человека. И вот эта вся среда всасывает кислую, забродившую среду. Соответственно, у нас есть ПАЖ крови, в которой мы живем, гомеостаз, условия определенные, этот ПАЖ начинает сдвигаться, потому что кислая среда попадает постоянно в кровь. Это очень сильно напрягает буферные системы, которые должны выравнивать ПАЖ, иначе мы умрем, у нас нет вариантов. И организм будет делать всё возможное для того, чтобы быстро выравнивать ПАЖ крови, вернуть их в положенный коридор. И он забирает один из буферов мощных, который регулирует это. Это кальций, магниевый, фосфорный буфер. Буфер он забирает микроэлементы из ДПО, это кости, это зубы, это суставы, и швыряет это в кровь. Если это раз, два, три, пять, пятнадцать, сто пятьдесят, нет проблем, мы это переживём. Но если это на протяжении лет, ежедневно, соответственно, кость у молодого человека, она, во-первых, развивается раннее, остеопороз, остеопене, а потом остеопороз, чего раньше никогда не было, сегодня часто встречается. У такого человека, у него слабость соединительной ткани, неполноценность его, коллагена и так далее. И в результате у него практически по всему позвоночнику повылетали межпозвоночные ограники. Грыжи. Ну, то есть и с таким человеком занимался реабилитацией его здоровья, это годы работы. Другая ситуация, ну, можно, ну, вот грыжи уже не уйдут, но хотя бы можно сделать так, чтобы не развивались другие, да. С грыжами там гимнастика обязательно, мы можем создавать условия для образования коллагена, собственного для его созревания, чтобы он как-то был качественный, профилактировать остеопороз, выровнять ПАЖ, это всё мы можем делать, кормить его кости, но зависит от степени запущенной. И люди, которые приходят по поводу проблем с желудочно-кишечным трактом, или же, которые случайно к нам попадают по поводу тяжёлых изменений в анализах, приходит человек, у него гомоцистеин, допустим, который в норме не должен быть выше 10, хотя, как вы говорите, референсы разрешают до 13 у мужчин, но это неправильно, всё-таки надо, чтобы выше 10 не вылезал, да. Это один из факторов, потенциально показывающий риски развития атеросклероза, от которого больше, собственно говоря, того осложнений, больше всех людей на Земле и умирает. Это речь сосудистых осложнений. И у него зашкаливал там около 30 был гомоцистеин. И когда мы занимались в первую очередь реабилитацией его здоровья через восстановление потенциала желудочно-кишечного тракта, печени, то есть это где-то два года мы работали с этим мужчиной, чтобы его гомоцистеин вернулся к 7, то есть вообще в абсолютную норму. Он ушёл с гипотензивных препаратов, у него нормализовалось артериальное давление. Но это всё побочные эффекты нормализации метаболизма. Это требует дисциплины, это требует осознанного пересмотра питания. Люди же хотят чудес, какую-то, я же говорю, волшебную таблетку. Было бы идеально, но её нет. Да. А вот ещё вопрос, смотрите. Существует такое поверье в народе или где-то в открытых источниках в интернете, что по факту исключительно питание, режим дня и сон это ключ к здоровью. Даже если человек очень больной, просто наладить, ну понятно, чтобы убрать стрессы, нормализовать сон и питание. Всё. И больше ничего не нужно. Вы придержитесь этой точки зрения или нет? Ну я бы без крайностей. Смотрите, есть фармхимия. Она же не просто так была придумана. Фармхимия – это что такое? Фармакологическая. То есть когда что-то колем или подаём в таблетках, правильно? Да. Это скорая медицинская помощь, это решение форс-мажоров. Естественно, она должна быть. Бывают ситуации, когда надо, ну скорая помощь, надо гасить пожар. Да. Да? И эти препараты химические позволяют нам быстро человека вернуть условно на базу, восстановить его, да? Да. Это раз, но это не лечит. Чаще всего это такое симптоматическое спасение жизни. Да. А дальше да. Дальше начинается тяжёлая работа и тут проблема с человеком самим. Он должен взять ответственность за собственное здоровье на себя. мы как врачи можем только показать дорогу. Дорогу. Подсказать, что надо делать. Но вы абсолютно правы. Пока он не нормализует режим труда и отдыха. Пока он не ограничивает вот эту стрессовую нагрузку на свою нервную систему. А ведь стресса как такового ведь нет. Это только наше дурацкое отношение. Мы передёргиваем. Очень многие факторы, которые называются стрессовыми, это просто ситуации. Ну там, допустим, на работе неприятности мы всегда можем работу поменять. Начальник не нравится, но не обязательно за него замуж выходить и так далее. То есть масса моментов, которые мы просто для себя придумали. Я когда-то от умного человека, кстати, по стрессам услышал, что в жизни проблемы только три. Я, наверное, с этим вот спустя годы согласен, потому что это смерть близкого человека. Тут уже ничего не сделаешь и с этим надо научиться жить. Это проблемы с собственным здоровьем. Это действительно стресс, который требует дисциплины и работы. И проблемы с собственными детьми. Это тоже то, что у родителей по-любому забирает энергию. Ну так уж мы созданы, люди, да, как существо социальное. Всё остальное это вообще ерунда, в том числе и пандемия. Переживём мы это. Как бы мы всё переживаем, человек имеет огромный ресурс, все переболеют рано или поздно и выздоровят, и всё будет нормально. Дай Бог. Поэтому в принципе смотрите, пошагово я согласен, сон, антистресс, стресс-сёрфинг, изменяем отношение к стрессу, соответственно, питание, секс, а куда же без него? Люди должны с этим научиться дружить, позитивные эмоции, смех, стараться ограничивать негативную информацию, то есть стараться всё-таки поменьше смотреть жёстких новостных каналов и информационно-негативных. Лучше позитивная передача, интервью с вами смотреть. Почему нет? Я тоже считаю. Мы сейчас ещё и к сексу вернёмся, подождите, не переключайте, друзья мои, поставьте сразу лайк, сразу напишите свой вопрос, комментарий, для того, чтобы мы ещё раз с Аркадием встретились в эфире и задали ваши вопросы, уже более целенаправленные, потому что пока что это не более чем ознакомительная такая беседа обо всём. Вопрос, как вы считаете, панические атаки бич нового поколения как решаются по-вашему? Панические атаки всё больше статей, связанных с тем, что в частности за выработку серотонина отвечает наш микробиом и нейроморальные связи никто наших бактерий, живущих в ЖКТ и нашей центральной нервной системы никто не отменял. То есть непонятно, кто кем руководит. То есть таки кишечник где-то можно называть вторым мозгом, потому что при нарушении микробиоциноза, когда мы просто, ну допустим, прошли курс антибактериальной терапии, восстановление нормального микробиоциноза кишечника должно занимать от 6 до 8 месяцев после 5-дневного курса антибиотиков. А кто это делает? Редко кто, ну просто редко. Попейте линокс 5 дней, это всё равно, знаете, как бы, ну не о чём. Там реально в кишечнике идёт война за место под солнцем. Там триллионы бактерий, которые воюют. Это не просто там две бактерии, которые не знают, чем заняться. Их, если взять человека весом 70 килограмм, у нас бактерии в нашем теле живёт порядка 3 килограмм. Килограмм, не миллиардов. То есть, соответственно, это огромнейшее количество, да, бактерии, вирусы, грибы, вот они там сидят, дружат, общаются между собой. И наш иммунитет всё это сдерживает, держит в вежёвых рукавицах. И огромную роль в адекватной работе иммунитета выполняет как раз наш микробиом. Лактобактерии, бифидобактерии, бактериофагила различные, которые живут в ЖКТ, и не только в ЖКТ, и на коже, и в бронколегочных путях, и так далее. Так вот, нарушается микробиозонос, да, сдвинули мы его, сдвинули, идёт война. То есть, антибиотики ведь не разбирают, кого убивать. И грибы те же самые, допустим, это очень жизнестойкие ребята, которые в инициале свой между клеток умудряются пропускать. Ну, с ними вообще сложно бороться, но можно. И тут, как бы, мы вбрасываем высушенные бактерии на территорию военных действий. Бактерии высушенные, они живые, но они условно находятся в коме. Знаете, такие бактерии, солдаты на ИВЛ, закатывают в поле военных действий. Под капельницей, да, в этом, в медикаментозном сне. Они ещё в коме. Они должны быстренько разинтубироваться, они должны попасть в тёплую влажную среду, прийти в себя, окопаться и начать занимать территорию. Ну, я так рассказываю простыми языками, чтобы было понятно. Какой у них шанс выжить на территории, где враги вовсю, вовсю, по полной уже хулиганят, там бомбёжка идёт, и тут такие коматозники схвалились. Очень маленькие. Понятно, что производители леофилизированных бактерий, они говорят, что это всё в порядке, всё нормально, они живые. Для транспортировки, для хранения это самая удобная форма. Для того, чтобы они адаптировались в ЖКТ, это вообще неудобная форма. То есть, должны быть живые, должны быть сейчас живые, сразу, чтобы было сочетание пре- и пробиотиков, чтобы они шли со своей едой в мешках, чтобы они могли окопаться, и дальше как-то шанс на выживаемость мы должны как-то им повысить. Вообще, как бы, и к фармакологии, и к добавкам очень много вопросов. Давайте я нас верну к нашей теме. Это мы, собственно говоря, о чём говорили. Друзья мои, мы говорили о панических атаках, и одна из первопричин, не только уже как следствие, например, наличие такого, знаете, окопавшегося, оголтелого вируса Эпштейн-Бара, например, или папиллома вируса, или ещё каких-то вирусов в центральной нервной системе, например, как один из причин, основа может быть скрыта в микробиоме, в кишечнике. Когда-то один раз назначили антибиотикотерапию, после этого 5 дней Линекса, не вырулили ситуацию, микробиом нарушен, полная беда, а ещё если удалён аппендицит, то совсем беда, правильно? Аппендикс — это флешка. Очень интересная данная, тоже вот в последнее время читал. Это такая флеш-память нашего генетического микробиома. Просто когда уже аппендикс нет, тяжелее восстанавливать ту популяцию бактерий, которая должна быть. То есть, грубо говоря, аппендикс — это маленький отросточек, в котором, в случае, если погибает вся микрофлора кишечника, то там скрывается то, что мы с молоком матери приняли в себя, и то, с чем живём от рождения. И там оно прячется, это его маленькое укрытие, оно там в домике. И потом, в случае чего, оттуда оно опять разрастается, и опять заселяется в правильных пропорциях нужной бактерии. Правильно? Условно так. Условно говоря, на пальцах, как для деток. Окей. Можно и так. Не зря он находится в переходе тонкого кишечника в толстый, и там флора толстого кишечника не должна попадать в тонкий. У неё совершенно другие задачи. И там это тоже дополнительно защитный механизм скопления лимфоидных клеток, чтобы вовремя контролировать процесс, чтобы не попадала куда не надо флора. Дальше, это же тоже не всё. Панические атаки, дефицит нутриентов. Те же витамины группы В опять-таки вырабатывают наши бактерии, бифидобактерии в частности, да? Если есть дефицит, будет дефицит витаминов группы В. Будет дефицит витаминов группы В, мы склоняемся, ну как бы сами себя загоняем в ловушку быстрого истощения и надпочечников, и нервной системы. Это как один из механизмов того, почему вообще это всё происходит. То есть нехватка нутриентов приводит к усталости надпочечников, а это могут быть отчасти панические атаки. Правильно? Плюс повышенная ресурсоизнашиваемость. Когда человек, допустим, смотрит, ну не в обиду будет сказано СМИ, у нас в принципе формируются новости всегда от негатива. Это не только у нас, это во всём мире. Я вам больше скажу, я изучал этот вопрос, оказывается, человеку, когда даёшь в негативе, он с радостью кликнет и посмотрит вот там, где негатив, сам выбирает. Это не то, что мы пытаемся вас зазомбировать, сказать, смотрите, как всё плохо. Нет. Такие законы. Люди сами выбирают плохое. И поэтому что? Для того, чтобы получить миллионы просмотров, нужно дать полную жесть. И именно поэтому инстасамки всякие и Моргенштерны популярны. Не потому, что их навязывают. Потому что люди сами хотят жести, крови, фильмы ужасов, поэтому снимают. Продолжаем. Итак. То есть как бы надо вот этот поток всё-таки немножечко уменьшать. Я вот не смотрю новости 15 лет от слова совсем. И всё равно обо всех знаю. Всё равно все обо всех рассказывают. То в машине радио не успеешь выключить, то ещё что-нибудь. Всё равно всегда в курсе. Ну хотя бы без переизбытка. Вот ладно. Идём дальше. Следующее. Очень большая проблема на протяжении где-то лет, наверное, 40 активно пропагандировался вред холестерина. Помните такие разговоры? Конечно. Холестерин, чуть ли не умирают от него, закупорка сосудов и вообще это смерть. Да. И диеты к этому тоже приводились. На самом-то деле при дефиците правильных жиров, при дефиците, когда мы загоняем себя в такой крайности, холестерин это основа ремонтных работ всех наших сосудов. Это основа половых гормонов. Это не просто жир, который непонятно чего там делает и прям гоняется за нами, чтобы нас убить. Я понимаю, почему появились маргарины. Маргарины и их производная трансэзомера жирных кислород появились в условиях а. дефицита, когда нечего было есть и с молочной продукцией тогда были реальные проблемы, а б. это когда началось активное промышленное изготовление хлопкового масла. Это американцы запустили эту тему, активную пропиаренную тему, что вот холестерин вреден, а вот маргарин он очень полезен. Давайте вот всех накормим условными тишками, трансэзомерами жирных кислот, которые всего лишь отличаются конфигурацией молекулы, потому что в норме это цис-конфигурация такая гибкая, она не ровная, она по отношению друг к другу молекулы находятся как в другой пространственной плоскости, а транс-конфигурация они просто вот такие клише, легко производить, и вот эти клише в условиях дефицита полиненасыщенных жирных кислот, особенно омеги-3, который сегодня реальный дефицит в мире, дефицит фосфолипидов, очень легко встраиваются клеточные мембраны человека и очень легко делают их ригидными, что вызывает и преждевременное старение, и преждевременную гибель клетки, а количество делений клеток ограничено на генетическом уровне, и на теломерах есть запись на концах хромосом, клетка разделилась, теломера уменьшилась, разделилась, уменьшилась, как только теломера закончится, организм понимает game over, всё, финиш, до свидания, закончилась ваша жизнь. Ну смотрите, никто биологически, на самом деле, это правда, никто не должен жить меньше 120 лет, больше, там должны быть долгожители, там уже должен быть определённый генетический код, но просто из-за неправильного отношения к телу, из-за того, что мы ресурс свой несколько по-другому эксплуатируем, к сожалению, у нас двигателей миллионников почти нет. В принципе, знаете, вот я иногда привожу пример, это очень яркий пример, мне запомнился, в Facebook Варшава салон Ауди выставили машину Ауди ТТ несколько лет назад фотографии, молодой человек, которому видеомашину подарили, он сам не зарабатывал, проехал 132 тысячи километров, ни разу не заменил масло и фильтры, и двигатель сгорел. И Ауди возмущалась, ну за что, ну хорошая машина, двигатель миллионник, ну неужели трудно, там раз в 10 тысяч поменять масло по гарантии, это ведь ничего сложного. Вот смотрите, человек, это более качественная машина, даже Бентли до него очень далеко, человек имеет невероятную самоорганизованность, то есть клетки человека постоянно меняются, все, даже нервные, говорили, не восстанавливается, восстанавливается, просто медленно, да, иначе бы инсультные больные не вставали, не ходили, не ездили за рулём, после того, как у них случилась такая беда. Но как бы всё можно восстановить, практически, просто это занимает время и требует больших ресурсов, энергетических, и нутриентных, да, соответственно, когда человек не занимается собой по принципу, пока кардан не отворился, зачем мне ехать на ТО, да, и он не принято у нас, было, всё для фронта, для победы, это советское воспитание, до сих пор ещё оно осталось, у нового поколения, конечно же, это уже попроще, но опять-таки не хватает знаний и понимания как бы физиологии тела. Физиология более-менее изучена, физиология, она как бы понятна. Если ты видишь, ну я стараюсь рассматривать пациента с точки зрения целостного организма, я не делю его на органы, то есть если у человека, допустим, аденоиды, я не буду отправлять его в первую очередь к лору, чтобы их удалили, а постараюсь разобраться в причине, почему эти аденоиды выросли, как компенсаторная реакция дефицита иммунокомпетентных клеток и вообще адекватного иммунного ответа, почему у данного конкретного, скажем, ребёнка выросли аденоиды. Просто удалить это ничего не решает, надо понять, почему, и потом создать условия, чтобы больше не росли и так далее. То есть надо смотреть всегда на человека комплексно и возвращать его к норме, к норме, не путём снятия симптомов. Знаете, часто, к сожалению, просто медицинская работа превращается в работу раввина в синагоге, мы занимаемся обрезанием симптомами. Помните, был такой ещё классный анекдот, когда приходит человек к хирургу, и хирург говорит, надо ампутировать. Он говорит, ладно, пойду к другому доктору, другой доктор говорит, ой, этим хирургам лишь бы ампутировать, я вам дам таблетку, отсохнет, само отпадёт. Так и здесь. Всё-таки, то есть я понимаю, что есть, значит, некие жалобы, она мне с больного, да, он говорит, у меня нет энергии, я там, угу, угу, ой, и мне жена сказала, что запах поменялся, например. Значит, с этим, он идёт, какие-то анализы нужно задать, нужно у вас спросить, какие. Надо кожу, значит, кожа, обращайте внимание на цвет кожи, особенно мочки ушей, если они стали белыми, если у вас, как бы, розовый цвет изменился на бледный, скорее всего, у вас есть дефицит железа, это тоже такое, достаточно часто встречающаяся патология, потом надо смотреть, почему. То ли у вас есть дефицит в питании железа, то ли вы переусердствуете с кофеин-содержащими напитками, во время еды их пьёте, и железо никак не всасывается, то ли есть проблема вообще с желудком изначально, то ли есть проблема трансферина, то ли есть проблема непосредственно уже ДПО, нет у вас ферритина, да, и так далее, почему надо в этом разобраться. Надо обязательно тестировать витамин Д3, 25, ОАЖ, ну, к сожалению, надо, надо смотреть общий анализ крови, полностью смотреть печёночные показатели хотя бы раз в год. Это липидограмма, билирубинка, агулограмма, печень просто это такой важный орган, без которого никуда не деться. Общий анализ мочи, это такие базовые какие-то аспекты, которые раз в год можно сдать, посмотреть, куда вас вообще жизнь несёт, если у вас есть какие-то жалобы, если есть изменения симптоматики. После 40 лет, даже если нет жалоб, стоит всё-таки делать профилактический осмотр, потому что, к сожалению, очень сильно молодеет онкология. рак просто лезет во все щели. Я не знаю, очереди в онкологии просто из молодых, вот что пугает, из молодёжи до 30 лет катастрофически. Слушайте, пугалок много. Говорят, что молодёжь начинает болеть раком вот из-за того, что постоянно в телефонах излучение там и так далее. Нет, еда, в первую очередь еда. Молодёжь очень много ест фастфудной перекусочной еды. Некогда. И умудряются есть быстрые углеводы в переизбытке, а это ведь не только. Ну, что делать? Вы знаете, вот за эту рекламу не тормозись, не керсни, я считаю, это вообще геноцид по отношению к населению, особенно к детям. И за такую рекламу в тюрьму надо сажать, а не по телевизору показывать. Но, как бы, деньги рулят миром, ничего не сделаешь. Натощак простые углеводы, они ведь создают несколько взрывоопасных моментов. Во-первых, резкое повышение мгновенной глюкозы в крови. Это инсулин, правильно я так понимаю? Сначала глюкоза полетела, мы съели батончик, допустим, укусили и съели, мы голодные, решили перекусить. Сразу инсулин должен подскочить под желудка. Потом вылетит инсулин для того, чтобы как-то эту глюкозу утилизировать, чтобы загнать её в клетки, частично в гликоген, частично в виде энергии использовать, а что не успели в жир переработать, да, висцеральный. Но глюкоза, так же как и фруктоза, это шальные молекулы, у которых столько энергии, что им не нужны ферменты, чтобы её отдать. И они мгновенно отдают эту энергию в сосудах. И получается свободно радикальный стресс мембран эндотелия сосудов. А это всего лишь один слой клеток. И другими словами, сосуды превращаются в такое, знаете, мелкое решето, ну как будто мыши проели, дырочные такие. И туда полетел холестерин наш, уважаемый, низкой плотности, очень низкой плотности, чтобы это всё залепить. Но залепливает он несколько грубо. Он задувает, знаете, как поменяли подоконник и строительной пеной задули дырку. Излишки будут такие. Вот эти излишки должен забрать холестерин высокой плотности. Пылесос он должен приехать, срезать, забрать и обратно печень отторабанить. А если печень занята детоксикацией по разным причинам, и ей некогда упаковывать холестерин в белок, чтобы получился высокой плотности, соответственно, у человека возникает повышенный риск возникновения атеросклероза и его осложнений. То есть, казалось бы, просто сникерс, но регулярно натоща, неважно, это может быть не сникерс, это может быть украинская конфета любая, неважно, но натощак, когда человек голоден, а перекусы в школах, вы посмотрите, в институтах, очень много авторатов по продаже батончиков, чипсов, ну и прочей байды, которые... Господи, вот вы сейчас это говорите, и вы знаете, у меня сразу в голове всплывают две компании, одна в 60-е годы Америки, с чего все началось, когда начали пропагандировать вот именно углеводную вот эту всю историю, и второе, сейчас очень пошла вот эта мода на ЗОЖ, здоровый раз жизни, когда молодежь, все, я не ем яйца, я не ем мясо, я не ем... и в итоге они лопают с утра до ночи одни углеводы. Да, да, вы правы. Я вот, вы сейчас говорите, я думаю, господи, это же реально... У меня племянница такая, то есть, ну, понимаете, да, они под видом того, что нет, это же ЗОЖ, я кушаю только это, и в итоге, ты понимаешь, что какой ЗОЖ, разберитесь в вопросе, вы отказываетесь от белковой еды, отказываетесь от жиров, вы в итоге лопаете, и вот вы сейчас это рассказываете, я-то, в принципе, это понимал, что долго, ну, в Аюрведе занимался, интересовался там и так далее, поэтому я, в принципе, это понимал, да, но люди-то не знают, и дети-то не знают, а из рекламы несется вот эта вот история. Когда мы пропагандируем, ну, когда приходят ко мне пациенты уже с болезнью, чтобы им помогли, да, да, и когда вот, я ЗОЖ, я вот ЗОЖник, и начинают рассказывать, что он ест, и вот как вы говорите, когда вот перекос в углеводный наоборот идёт, такой ЗОЖник, который хлопья ест там на завтрак, и так далее, с молоком, я ему говорю, слушайте, вам надо обязательно посмотреть клип группы Ленинград, он так и называется ЗОЖ, это про вас, вот это вот прям про вас, ЗОЖ это? в хорошем меру, надо здравый образ жизни, здравый, не без крайностей, иногда можно сделать и углеводное окно, но это не должно быть каждый день, иногда можно с друзьями выпить алкоголь, но это не должно быть каждый день, иногда можно и шашлык съесть, и вас это не убьёт, но это не должно быть приоритетом в еде, но когда очень часто идёт нагрузка именно короткими, простыми сахарами, это, кстати, одна из основных причин и брожения, развития патогенной флоры, и поражения сосудов, и истощение поджелудочной железы с ферментопатиями, и в дальнейшем возможным развитием диабета второго типа, это тоже эпидемия сегодня, пандемия, я бы так сказал, потому что миллионы миллионов болеют, правда? это просто страшные цифры, когда начинаешь задумываться, я в Польше посмотрел только официальную статистику за 2017 год осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний, за один год только в Польше, это не самая большая страна, умерло 117 тысяч человек, как вам такие цифры? Ужасно, ну а как она может быть? Я вам больше скажу, друзья, давайте так, вот на этой нотке, тут нужно поставить лайк, да, и обязательно, вот, мы должны это озвучить, что, ребят, это все решаемо, особенно, если вы попали на это видео, посмотрели его, знайте, это все решаемо, дальше вы должны сделать выбор осознанный, что я, зная и посмотрев, и мне уже, в принципе, подсказали, рассказали, что да как, теперь нужно делать, а не просто, я послушал, знаю, я классный и умный, а мне, пожалуйста, колу, и мне, пожалуйста, попкорн и чипсы, вот, если вы после этого заказываете вот эту вот историю, лопаете ее 2-3 раза в неделю, то, пожалуйста, потом не рассказывайте, не жалуйтесь, что ой, вы чем-то болеете, да, окей? Разговорить не кока-кола, правильно говорит кока-кола, это вот больше оправдывает название. я не конкретно про этот бренд, я имел в виду в целом много сахара, ну, неважно, это любой сладкий напиток, пепсикола, кока-кола, вы абсолютно правы, это тоже дорога в никуда, это тупик. Таким образом, ну, я вспоминаю доктора Берга, если вы, ну, наверное, знаете, да? Да, конечно. Вот, и вот не могу не спросить, все-таки за кето-диету или нет? За интервальное голодание вы или нет? По показаниям. По показаниям. Так, очень важно, друзья мои, бич современного времени, это вот это, знаете, давайте все участвовать в марафонах, 60 дней голодания, или там, 30 дней кето-диеты, откажись от, ну, вот, короче, я знаю таких товарищей, которые реально на больничной койке оказались, потому что решили перестать кушать углеводы, только белок, 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 у одного почки полетели, уехал в больничку, у второго там другая история. Это я к тому, чтобы, друзья мои, пожалуйста, будьте очень ответственны и аккуратны. Вот, если прям сказали, что нужно не кушать больше углеводов, это не значит, что их нельзя вообще кушать. Если сказали, что жиры полезны, это не значит, что нужно каждый день теперь кушать сало. У кого-то, может быть там камни в поджелудке, в желчном, и можно уехать в больничку, на секундочку. Поэтому, друзья мои, будьте тоже ответственны. Еще раз, мы не призываем, не пропагандируем, мы просто вносим ясность. Если вы хотите разобраться в вопросе, подпишитесь, как и 580 тысяч человек на Инстаграм Аркадия. Аркадий, вы ведь не накрутили этих подписчиков, правда ведь? Нет, вы знаете, я вообще в Инстаграме собирался выходить. Как-то не было у меня такого желания. Два с небольшим года назад супруга просто говорит, ну, надо популяризировать знания, давай все равно же как бы преподаем, рассказываем, давай как бы в такой простой форме будем немножко излагать. Но это сопровождается таким достаточно интенсивным интересом со стороны людей. И я рад этому. Люди обращаются за помощью, люди читают посты, делают выводы. Единственное, я хочу сразу сказать, дорогие мои читатели, в том числе. Здоровье — это всегда знание, время и труд. Так не бывает, чтобы выломали организм, скажем, там, 20 лет, а потом в течение месяца ЗОЖ такого, жесточайшего, вы всё восстановили. Это работает по-другому. По-другому. Надо всегда смотреть, такие причинно-следственные, вот эти цепочки просматривать и потихонечку восстанавливать. Кстати, мне очень нравится диагностика по языку. Это почему-то такая немножко забытая технология у нас. Давайте сделаем. Ну, это фотку, кстати, вот, пришлёте мне, там очень многое можно прочесть. Вы абсолютно правы, друзья, я это подтверждаю. Я это проходил когда-то, но в данном случае сейчас меня нельзя, потому что я только поел и выпил чашек 5 кофе, поэтому тут сейчас не про это. Это желательно с утра делать, понятное дело. И скребок там взял, и вообще всё прям... Мне очень близка тема, то, о чём вы говорите, потому что иногда утром, взяв скребок, взяв пробу на анализ того, что на языке, можно очень много сказать об организме, что вообще с человеком происходит и как это всё можно устранить. Даже визуально, даже по бархатистости налёта, по его окрасу, по его локализации, по пятнам, по трещинам, по воспалительным участкам, языка, там из проекции всех органов, можно многое рассказать о позвоночнике, о почках, о печени, о желудке, о поджелудочной, о селезёнке, о сердце. Это всё на языке. О лёгких. Очень интересно, знаете, вот обратился молодой мальчик, точнее, мама его обратила внимание на то, что что-то с мальчиком не так, энергии не хватает. Он просто переболел ковидом, только-только. И у него вот осложнение, вот чёткий прям рисунок сердца, и селезёнка практически выключились. Вот знаете, такой, так и оказалось, у него оказался миокардит, язык показывает изменения, функциональные поломки, даже где-то недели за 2-3 до изменения в анализе. Это тоже по-своему прикольно, если знать, что искать, по языку очень многое можно прогнозировать, что будет. То есть вы только что сказали, что по языку после ковида можно распознать, какое осложнение привнесла вирусная инфекция. Да. И не могу не спросить. Так, у нас время заканчивается, к сожалению, но я надеюсь, что мы не последний раз видимся. И в эфире вы сможете отвечать на вопросы нашим зрителям, потому что это очень важно, это их здоровье. Ну а вы выполняете потрясающе важную функцию в обществе, вы знаете какую, информационную, и люди становятся благодаря вам здоровее. Это, я считаю, очень-очень достойное уважение. И вот вопрос. По поводу мифа либо реальности, что все болезни от паразитов, вирусов и неправильных бактерий, которых быть не должно. Не совсем так. Это, знаете, тоже опять-таки перегибы. Паразиты, вирусы и бактерии, мы живем в их мире, не они в нашем. Это надо сразу давать себе отчет в этом, да? Да. Они начинают у нас развиваться тогда, когда просаживается адекватный иммунный ответ. В первую очередь ответ, ответ иммунный, зависит от состояния наших слизистых барьеров. Барьеры слизистых общаются между собой. И это надо тоже адекватно воспринимать, что когда проникает любой там вирусный агент в нос к вам, в рот, либо наоборот его проглотили, уже полностью все слизистые бронхолегочного древа желудочно-кишечного тракта, они уже получили сообщение, где идет прорыв антигена, никуда надо направить нашу армию, иммунокомпетентные клетки. Когда нарушается дисбаланс, когда мы загружаем свой иммунитет потоком антигенов, в частности, той же едой неадекватной, иммунитет вынужден постоянно бороться с прорывом антигенов еды, и, к сожалению, он занят войной. Понимаете, армия на войне. Тогда у вирусов, бактерий и паразитов простейших у них появляется шанс развиться, занять место под солнцем. И вот тогда они могут вызывать целую цепь поломок, как своим метаболизмом. Вот те же листы, вот смотрите, казалось бы, круглые, те же самые черви, мы с ними хоть раз в жизни каждый контактировал, те же астрицы, аскориды, но аскориды, они живут иногда колонии до тысячи штук, но живут они недолго, всего лишь год. Но если вы им дали шанс на развитие, если у вас спал иммунитет, они будут не просто жить, они будут выделять свои метаболиты, они будут интоксикацию создавать, они будут создавать аллергизацию, они будут истощать вашу иммунную систему, хотя для того, чтобы они развились, вы изначально должны просадить свой иммунитет. Это не так сложно сделать. Меня пугают, допустим, девчонки, может потому, что я гинеколог, я на это смотрю, молодые, когда вот сейчас только-только потеплело, первый день у нас, вот кстати, солнце, еще вчера снег, метель шла, но я даю гарантию, что уже сегодня на набережной вислы сидят девчонки в тонких облегающих джинсах, голой попой на бетоне своей, да, и даже с голым животом еще и пиво успевают пить. Вот это неправильная методика сохранения репродуктивного здоровья и в дальнейшем, естественно, просаживается иммунитет и создаются условия, как вы сказали, когда бактерии, простейшие вирусы начинают гнобить наш организм. Потому что изначально паразиты не хотят нас убить, они хотят в нас залезть, поселиться и пользоваться. Ну что и ковид сейчас делает? Он пытается адаптироваться, он не хочет убить население планеты, он хочет стать вирусом, который будет нас жить всегда. И он все равно это сделает. Он все равно победится. в каких-то, не помню, каких трактатах читал, что есть разные уровни развития вирусов или грибов. Есть грибы низкого порядка, которые реально будут убивать, которые не понимают, что они могут там поселиться и долго жить, они будут именно вот насмерть убивать. А есть те, которые поселятся и будут, не причиняя вреда, постоянно жить и их называют условно патогенами. А есть полезные, типа сахаромицетов буларди, которые мало то, что живут, так они еще помогают избавиться от патогенных. Есть и такие, более высокого. А есть еще грибы растительные, они еще более высокого порядка, они подавляют рост ниши. Допустим, тот же кардицепс. Кардицепс, да, один из них, да. Да, он тоже там рейши, шиитаки, майтаки, это не зря китайцы это едят. Чага, вот очень помогает при ЖКТ. Опять-таки, ваши вопросы под этим видео мы ждем для того, чтобы с Аркадием еще раз увидеться и задать ваши вопросы. Допустим, я же поотвечаю, конечно. С радостью подключать в прямом эфире, чтобы вы были здоровее, а мы спокойнее, что не просто так просиживали здесь брюки и делаем с пользой для людей свою работу. Договорились? Юрий, спасибо за интервью, я был рад с вами познакомиться, пообщаться, и если будет желание, с удовольствием еще раз встретимся. С радостью. Я даже ради того, чтобы не быть голословным, к вам обращусь, обсудить свою историю, а потом мы это все зрителям расскажем по результату. Да, да, как вариант. Спасибо большое. Договорились. Это People Life, и сегодня с нами был потрясающий доктор, я бы даже сказал, учитель, ведь по факту ваша задача не только вылечить, но и научить. Аркадий Бибиков был сегодня с нами, гинеколог и нутрициолог. Спасибо большое, и встретимся скоро. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова